Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Миллионы долларов, буквально миллионы долларов вливаются в эти три альткоина прямо сейчас. Скорее всего, киты покупают намного больше монет, чем просто три альткоина, но я нашел данные пока что только по этим трем. Сегодня я собираюсь не просто показать тебе эти данные, я собираюсь поговорить о том, почему крупные инвесторы покупают именно эти три альткоина. Поэтому, если ты найдешь в этом видео что-то полезное для себя, не забудь поставить лайк, это очень мотивирует. На прошлом видео мы набрали более 4000 лайков и на таком медвежьем рынке это просто потрясающий результат. Большое спасибо за такую поддержку. И начнем с первого альткоина, это Chainlink. Два дня назад я заметил кое-что интересное, связанное с этой монетой. Акулы и киты, у которых от 10 тысяч до 1 миллиона монет линка, накапливают его на протяжении всего медвежьего рынка в 2022 году. С 3 марта эти адреса пополнили свои кошельки на более чем 47 миллионов монет линка. Это означает, что с марта крупные инвесторы накопили его более чем на 312 миллионов долларов. Вот данные, которые я заметил несколько дней назад. Chainlink достиг 459 адресов с балансом более 100 тысяч монет. Впервые с ноября 2017 года. Это самый большой показатель с 2017 года, когда стартовали первые публичные торги этой криптовалютой. Так почему же киты покупают Chainlink? Как ты думаешь? Напиши в комментариях. Я скажу почему. Потому что когда речь идет о принятии, когда речь идет о количестве новых партнерств и так далее, Chainlink сегодня выгодно отличается от других криптовалют. Так, к примеру, около месяца назад Chainlink объявил об интеграции с платежной системой SWIFT. А всего несколько часов назад они объявили о 15 интеграциях трех сервисов Chainlink в пяти различных блокчейнах. Теперь Chainlink не зависит от одного блокчейна. Он может быть использован в любом из тех, в которые его уже интегрировали. А это Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum и Polygon. Кроме того, Chainlink можно будет стейкать совсем скоро, что полностью изменит всю игру. Ты тоже сможешь начать стейкать свои Chainlink уже в декабре этого года. Итак, второй альткоин это Cardano. Возможно, это единственная альтернатива Эфириума, которая включает в себя всю ту же этику, децентрализацию и цензура устойчивость. Многим нравится Cardano, однако сегодня эта монета кажется сильно недооценивается в соответствии с несколькими различными метриками, которые достигают исторических максимумов. Итак, почему, по моему мнению, Cardano сегодня недооценивают? Перед тобой индикатор соотношения рыночной капитализации к реализованной капитализации Cardano, где рыночная капитализация – это стоимость одной монеты Cardano, умноженной на все доступные в циркуляции монеты Cardano. Реализованная же капитализация – это рыночная капитализация Cardano на момент самой крайней транзакции в сети. Так вот, этот индикатор для Cardano сейчас находится на самой низкой позиции с января 2019 года. Это говорит о том, что Cardano очень недооценивается рынком. В последний раз, когда этот индикатор был на таких низких уровнях, цена Cardano удвоилась спустя 3 месяца после этого. Еще одна причина, почему Cardano, по моему мнению, сейчас недооценивается. Рынок NFT на блокчейне Cardano только что достиг абсолютного максимума суточного объема торгов – 3,7 миллиона токенов ада. Интересно, что это не какой-то единичный всплеск активности. Даже наоборот, рынок NFT Cardano продолжает бить рекорд за рекордом. То есть мы наблюдаем не единичный случай, не сквиз какой-нибудь, а самый настоящий бычий тренд. Также децентрализованные приложения на Cardano в целом тоже переживают взрывной рост пользователей. За последние 30 дней количество пользователей различных дапов на Cardano выросло минимум на 10%. Некоторые умудрились прибавить сотни процентов. У нас тут медвежий рынок вовсю, но транзакции Cardano будто бы об этом не знают. Смотри, они растут даже сейчас, когда цена наоборот падает. Тогда почему цена Cardano не растет все выше и выше? Да потому что мы все еще находимся на медвежьем рынке. Но ты должен понимать, что в конечном итоге, если экосистема в порядке, а фундаментальные показатели на месте, в конце концов такая экосистема обречена на взрыв. Как только начнется бычий рынок, скорее всего, Cardano быстро вырастет вслед за этой метрикой. И именно поэтому, скорее всего, киты ее и накапливают. И третья монета, которую сейчас покупают крупные инвесторы, это, конечно же, эфириум. Это видно на этом графике. С 11 сентября адреса китов-миллиардеров эфириума, владеющих одним миллионом или более эфириумов, в совокупности добавили 3,5 миллиона монет. Это увеличило их портфели на 14%. В настоящее время существует 132 таких адреса. Почему эти киты скупают эфириум? Да хотя бы потому, что предложение монет эфириума имеет тенденцию к снижению ниже уровней, что были до того самого обновления, которого все ждали, и которое называется слияние. Почему? Потому что за последние несколько недель было сожжено больше монет эфириума, чем создано. Как мы видим на этом графике, предложение эфириума стремительно уменьшается и приближается к тому уровню, которое было до слияния. То есть эфириум становится дефляционным. Эта дефляционная тенденция возникла потому, что за последние недели больше монет было сожжено для оплаты транзакций, чем создано в качестве вознаграждения для валидаторов и стейкеров. Поскольку эмиссия сейчас значительно сократилась по сравнению с периодом до слияния, даже незначительное увеличение количества сожженных эфириумов по сравнению с недавно созданными приведет к тому, что ежедневная чистая эмиссия станет отрицательной и предложения монет будет с каждым днем все меньше. Киты начинают понимать, что одним из многих изменений, которые произошли в результате слияния, является сокращение выпуска новых монет на 90% на фоне ликвидации наград майнерам в прежней блокчейн-системе Proof of Work. В сочетании с новой функцией эфириума, когда часть транзакционных сборов или платы за газ сжигается, это означает, что когда транзакционные сборы превышают 16 газ, уничтожается больше эфира, чем создается. Если эта тенденция сохранится, то в ближайшем времени мы сможем увидеть, что рост предложения упадет ниже уровня предшествовавшего слиянию. Конечно, на длинной дистанции это обязательно отразится на цене эфириума, особенно когда спрос на него начнет расти в новом бычьем рынке. Именно поэтому киты накапливают эфириум прямо сейчас. На этом все, ребята. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Мне это правда очень поможет. Большое спасибо за поддержку. Если хочешь больше таких видео, а также подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы их не пропускать. Здесь мы регулярно говорим о новостях из мира криптовалюты. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok